Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Поговорим сегодня о творчестве, о том, как открыть творческий канал. На самом деле это довольно просто, и особенно это будет полезно для тех людей, которые занимаются творчеством. То есть это художники, писатели, творцы в различных областях. Каждый из нас является творцом. То есть творчество – это не обязательно написание каких-то произведений, картин, музыки или что-то подобное. Творчество, оно происходит у нас каждый день. Когда мы чувствуем, что что-то приходит из Вселенной, мы даем возможность этому проявиться через нас, через наше тело, через наше сознание. То есть мы можем творить, например, выращивая цветы, или мы можем творить в постройке дома, можем творить в воспитании детей, во всем. Поэтому канал творчества – это как раз вот эта соединенность с вашим Высшим Я, со Вселенной. Когда вы чувствуете, что что-то приходит к вам извне, то есть я имею в виду вот такое, как то, что мы называем интуицией, да, то есть вот такие вот прозрения, которые идут через вас, и вы их реализуете самостоятельно в своей жизни. Это может быть все что угодно. Например, многие ученые признавали, что они таким образом делали открытия и давали возможность человечеству что-то понять новое, да, то есть и появлялись новые изобретения, новые технологии. Точно так же происходит и в обычной жизни. Что-то приходит из Вселенной, и обычно это получает даже не один человек, а какое-то, ну, большое количество людей. Просто кто-то дает возможность этому проявиться, а кто-то нет. Кто-то сразу реализовывает, чувствуя вот этот вот поток, кто-то тормозит это и говорит, нет, нет, это что-то не то, это мне не надо, и не делает это. Вот получается, что канал творчества это как раз реализация потока между вами в игре и вашим Высшим Я вне игры. Можно сказать, что он подсказывает вам, куда двигаться и как идти. Вы можете почувствовать, вот побыть в этом состоянии медитации, покоя, и почувствовать, какой поток идет к вам. Что реализуется, что хочет реализоваться через вас. И как раз это очень близко к тому, чтобы реализовать свое призвание. Если вы чувствуете, что, например, вас тянет рисовать картины или сочинять музыку, или, например, заниматься каким-либо другим творчеством. Может быть, вы хотите реализовать свое творчество, там, например, общаясь с растениями или с животными. Во всем это можно делать. Самое главное, чтобы это было полезным и ценным как для вас, так и для всего мира в целом. То есть, чтобы это помогало в созидании. Если, например, человека тянет убивать животных, или, например, тянет разрушительно относиться к другим людям, то, конечно же, это не будет каналом творчества, это будет каналом разрушения. Такие вещи тоже приходят, они идут от каких-то энергий, сущностей, которые негативно влияют на тело человека и приводят его в состояние замешательства, в состояние неспокойства. Вот как раз от таких сущностей важно избавляться. То есть, находить их и, вступая с ними в контакт, выяснять, почему они оказывают такое влияние на вас. Откуда они пришли, кто их послал, или какие эпизоды у них, допустим, включены и которые направлены на негативное влияние. И когда вы помогаете этим сущностям уйти, освободиться, соответственно, влияние на вас прекращается. Получается, канал творчества, он открыт тогда, когда вы находитесь здесь и сейчас в настоящем времени. И поэтому первым делом это, конечно же, процесс медитации, если воспринимать его нахождение в настоящем времени. Второй момент это очищение сознания от того, что влияет на него, чтобы вы чувствовали вот этот творческий поток, чтобы вы знали, что вам хочется делать, а чего не хочется. И вот когда у вас этот поток открыт, когда канал прочищен, то, конечно же, вы понимаете, что ваш, а что нет. И вы чувствуете, в чем вы можете творить. Как раз я занимаюсь тем, что помогаю человеку открыть этот канал творчества, убирая те влияющие негативные заряды и помогая соединиться к Высшему Я с вами в игре. И тогда вы чувствуете, что хочется делать, что хочется творить, как действовать. То есть вы делаете именно то, к чему у вас есть призвание, и творите в этом. И наблюдаете результаты своих действий. Как раз проведите эту практику. Почувствуйте, что ваше, в чем вам хочется быть творцом. Соединитесь со своим Высшим Я и начинайте творить это. Будь то, даже если это что-то небольшое, творчество. Будь то, если вам захотелось, например, пойти покормить птичек в соседнем парке. Сделайте это. Пусть это будет ваше открытие. И потом продолжайте это делать, наблюдайте за собой и описывайте, что у вас происходит. Эти записи можете отправить мне личным сообщением. А потом мы сможем договориться о консультации, об общении голосом, где я расскажу более подробнее, как можно улучшить состояние именно в вашей ситуации и раскрыть канал творчества. Все мои контакты будут указаны под этим видео. А если видео было вам интересным, то поставьте отметку палец вверх, это нравится. Колокольчик рядом для напоминания о новых видео. И, конечно, подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Видео на канале выходят ежедневно. Так что делитесь видео с вашими друзьями. А сейчас смотрите видео, которые расскажут вам более подробнее о том, как очистить свое сознание. Они появятся вот тут рядом. Всего вам хорошего.